всем привет дорогие друзья и сегодня мы вместе с вами рассмотрим и будем анализировать эти эту партию двух сильнейших шахматистов погнали будем например учиться так конь c4 размен размен и ладья b4 забирает возвращает пешку мне кажется забрать да ну вот забрать это плохо потому что черные могли бы кешку продвинуться из-за этого лазиться один шаг да угадали ход так лазиться четыре прямого но эта партия пока что на время дальше уже будем смотреть так они пока что на обой борте не играют давайте будем сидеть да то есть шахматисты посмотрим сунда 4 коня шесть конь d4 и f3 атаковать слона коня на центр в центре поставили далее на едва но это правильно потому что опять там был сыгран все-таки ц5 это главный ресурс булочек да далее три нуля а4 блокирует пешку а потому что все это могут быть серьезно таки пешка и в 4 наверно хочет ну разменялся хорошо хорошо играет шахматист что-то да родина 4 сильно шахматист я вроде бы с ним играл да я с ним играл в одном турнире и в итоге я даже смог с ним не чувствовать то есть это для меня был был превосходно я вот с этим шагросмитингом ничего это давно было где-то в прошлом году тогда да мне повезло так зевнули здесь все-таки американец пока что выиграл дару давайте назовем его дару возьмем назовем фейс d6 хочет разместить потому что запомните дорогие друзья если у вас есть материальное преимущество вы должны переходить в веншпинг то есть разменивать все фигуры так вот они здесь разменяюсь теперь размен вот дару играет хорошо там разменивает потом b5 играет не берет потому что эти пешки все-таки слабы еще здесь зевать давайте посмотрим матч реванш хорошая партия получается и плюс уже почти 200 зрителей нормально они играют то есть популярным шахматистом их у них вот много много зрителей бывает в основном когда у вас наличие смогу подписчика у меня немало подписчиков у меня наличие с 30 или 40 ну конечно здесь нельзя делать короткую рокеров конечно потому что здесь же все таки атака на королевском фланге то есть атака допустим на этом фланге то надо в другом фланге рокироваться таки у меня были такие партии когда я в одной стороне то мне получилось не плохо но все таки надо но все таки надо делать рокировку а другой стране уже атаковать д5 cd то есть владица 1 по линии c сейчас наверно будем давить ладим b6 наверное ферзя куда-то хочет активизировать весь если ферзя куда-то активизировать до этого то ферзя в 6 посадок за это ладим б6 но теперь ладим б7 верну не знаю даже зачем ладим h5 блин красиво но заберет мне конечно так после ведь если забрать то грозит это вы уже заметили ладим g1 и далее уже 5 они на и 6 вот запомните коня всегда надо вот так вот ставить пешки чтобы далее те поля поставить свои тяжелую фигуру и далее атаковать то есть это правильно на ф4 хочет изменяться и конь d3 нормально 209 зрителей с каждым разом поднимается наша одна пози там было около двух тысяч третий не за это кто у него много подписчиков наверно было сейчас вроде бы сергей шагалка был или не помню конь d3 так ну и здесь приближается блин игра на время здесь надо просто я бы вот забирала все пешки давал без шахи ну зевнула король д5 давай прямом давай я за амери за граммит гроссмейстер американцы так ночью давайте посмотрим так мы не начали c4 большая здесь да блин но такие ходы есть честно нехороших надо играть же 6 от кисла уже симка не в 6 и обратите внимание как быстро передвигается время то есть они настолько быстро играет они даже не думает так 2 7 уж сюда просто нормально играть здесь изменяем связи 8 и конца 6 до 5 можно было служить с уже 5 это правильно и чтобы активизировать все фигуры теперь подрез подрезали подрезаем по 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 линии то есть по диагонали же опять и до 8 то есть сильно на так как говорится подрезать ему крылышки продвигать и честно могу с карлсон играл такие он продвигал пешки так до конца честно да это так можно если вы опытный блицу то вот так может уже почти 200 зрителей я не могу поверить но настолько сильные шахматисты так сейчас по 4 она и всем давит все забираем что ты делаешь блин сц из перу так посмотрим но у нас есть федератин маленький да он даже он наверно кмс даже 2000 все таки кмс 2200 все таки кмс но вот этот вот он реально сильный давайте посмотрим на счет он громит его ну у меня есть один друг которым я который между нами счет 67 0 мою пользу я его всегда выигрываю если мы играем в один плюс 0 и три плюсом то есть я и тем более его рейтинг на 200 пунктов выше меня но я с ним играю рейтинговый плюс но я поднимаем пройти на нем ну тоже сильный но все таки опытным лицером быть это это дар так служи 7 ввесть больших так слон дп ну все слон а вот вот смотрите реальная игра про все смотрите теперь ба-5 давай берем слон ба-6 ладим ба-1 так все взяли так давай королев один ну а вот здесь вот держать дверь я не смею забираем и эф-4 давай ну и ладей до 4 ладей до 4 ладей до 4 давай подрежь ему фу сейчас ничья будет вот время ты реально все решай ну сейчас ничья будет блин ну да он выиграл молодец гроссмейстер сразу видно кто гроссмейстер сильный. 207 зрителей. Блин, ну я все-таки его выиграла, да. И судя по его нику 1994 года, значит ему 27 лет, что ли. Но все-таки 27 лет быть гроссмейсером это не совсем, ведь из Индии есть один, наверное, вы ее знаете, про граната, который 12 лет 100 гроссмейсером, то есть это реально сложно. Хотя Винсент Каймер, он тоже сильный, не знаю, но силы уровней, не знаю, вроде бы Винсент Каймер все-таки сильнее, он все-таки опытнее, не знаю, все-таки по мне больше всех нравится Винсент Каймер, не думает, что зевнят. Ну, ладья Д2 это такое, ну, на взятие ладится 1, там, так, мат. Ну, давай ладится 2. Ладится 2, ладья А8, допустим, сюда. Король же 7, но отходит, и король А6, ну, можно. Так, 211, блин. У них столько подписчиков, наверное, они на Твиче тоже. Так, не думает, что зевнят. А, не, здесь. Так, забрали, забрали. Так, давайте напишем какой-нибудь комментарий. Very good game, давайте напишем. Very good game.